В Херсон заехала российская военная техника. Это я задаю со знаком вопрос. Вот так вот выложили в 3 часа дня видео. Этому источнику можно доверять. Он там, как говорится, волонтер, организовывает все, журналист. И вот он на своем телеграм-канале выложил это видео. Потом его разместили в фейсбуке. То есть эта информация открытая. Вот так вот. Смотрите. Два российских тигра. Вот группа в фейсбуке 28 тысяч участников давняя. Два российских тигра заехали в Херсон со стороны Береслава, развернулись и покинули город. Скорее всего, они проскочили поворот на Зеленовку. Дальше я покажу вам карту. Так предполагают. Вот смотрите, как люди комментируют. После того, каких корабль сбил самолет и с ними ничего не сделали. Не провоцируйте. Здесь много мирных жителей, которые напуганы. Потом. И они просто уехали. Так они и без живого счета заходят. А где же военные? И хотя бы заблокировали машинами. Можно ли поставить посты на въезде в город? Регулировщика Херсон им пока не интересным. Им больше Николаев нужен. Поэтому они берегут силы и к нам не лезут. Но уверен, что в городе уже полно. Сидят друг друга и ждут свой час. И люди, вы боевые только в соцсетях. А вот при виде них даже пикнуть не сможете. Так. И вот смотрите. Еще тут один комментарий. Может их было как-то можно было подбить. Ну вот сводка вам за сегодняшний день. Тоже из тех телеграм-каналов, которым можно доверять. Что кольцо сжалось. Что вот фактически смотрите. Вот сейчас карту еще глянем, чтобы мы когда читали. Эта карта подробная объединенной территориальной громады, когда объединялись. Вот оно на Днепрянское молодежное. Сюда маршрутки ходят с Херсона. Вот он сам Херсон. Это объединенная территориальная громада Херсона. Вот Зеленовка. Сюда тоже маршрутка ходит. Ну то есть обычная как бы часть города. Вот Чернобаевка. Тут под ней аэропорт. То, что в первый день были сообщения, что вроде как туда летели. Вот Камышаны. Тут когда-то было кладбище. То есть Херсона городское. И тоже пригород Херсона. Все. Тут вот Камышаны, Геологов, кладбище. Пригороды. Это уже другой город Днепра. Плавни. Вот этот мост, за который идут бои Антоновка-Киндейка. Вот Антоновка, а рядом Киндейка. Вот это Приднепровская. Тут вот Садово. Тут вот Ингулец впадает в Днепр. Ну вот мы глянули вот эти населенные пункты. И вот если посмотреть теперь, как сжималось кольцо. Вот 11 часов 30 минут. Жители поселков молодежный инженерный, тот что вверху. Без воды, электроэнергии, тепла, еды, медикаментов. Населенные пункты заблокированы колоннами войск РФ, сообщают жители. То есть там они, получается, стоят, но никто это не афиширует, молчат официально. В 13.20, это все 28-ое число, ТРЦ, фабрика, администрация сказала срочно эвакуироваться. Это большой торговый центр, что-то, видать, им сообщили. В 14 часов Зеленовка, Степановка, наблюдается концентрация войск РФ. По информации идут на воссоединения, потому что это все с разных сторон Херсона. В 14.08 в Антоновке очень много техники российской. Это уже не первый день пишут, что там она вот стоит. Город не трогают по договоренности. От страха люди на все согласятся. Город в оккупации врага, не нужно расслабляться. В Камышанах на Херсоничне в 14.12 люди вышли живым щитом против танков. Получили победу. Три танка несколько раз выстрелили вверх, но люди не отступили, только отступили танки. В 14.14 в ближайшее время оперативная группа Горсовет организует и сделает эвакуацию жителей Зеленовки, Рожновки, Инженерных и других населенных пунктов, которые находятся рядом. Просим местных жителей подготовиться, забирать только необходимые речи, документы-то будут готовыми. Детальная информация заявится на сайте Меськой Рады. Ну, то есть, смотрите, пишут, что они фактически с этих всех населенных пунктов эвакуируют. Зеленовка, Молодежная, Днепрянская. Вот тут мы, вот Антоновка, Киндийка. Вот тут стоят, получается, в Камышанах с этой стороны люди живым щитом вышли, пишут. Ну, вот так вот, видите. Вот так вот оно в реальности получается. А на самом деле все молчат. И все вот это, из-за этого тоже вот все события были, вот этот автомобильный мост, вот через Днепр. Ну, тут такая ситуация. Это я вам дал в целях информирования, чтобы вы могли, как говорится, иметь какую-то информацию. Потому что фактически официально все молчат. И вот было еще такая, первый день, 24-го числа, это тоже как бы официальная информация, что Раденск под российскими войсками, и солдат говорил, поддержки никакой нет вообще. Ни градов, ни смерчей, ни ураганов, ничего нет. Вот он прорывался с боем, идут российские танки к железнодорожному монсту, Раденск уже под войсками. Некоторые наши части с боями прорываются к Олежкам, поддержки никакой нет вообще. Ни орды, ни градов, ни смерчей, ни ураганов, ничего нет. И авиации нет, нет беспилотников. Такое ощущение, что нас слили. Это тоже официальная информация, был телесюжет, вот Суспильный, вот это то, что финансируется с бюджета телевидения. Вот я открываю вам сайт, их вот вверху, видите, Суспильный медиа, то есть официальный сайт телевидения местного, которое государственное. И вот то, что я вам сказал, вот процитировали в соцсети, вот на сайте вот это же сообщение, вот видите. Такое ощущение, вот если взять слова этого человека, что нас слили, может они хотят оставить им коридор и от Донецкой области до Крыма, сухопутный коридор, или туда аж до Приднестровья, в надежде на то, что потом те потом не пойдут брать Киев и оставят им часть Украины. Ну вот и все, вот это только такое может быть объяснение. Ну напишите, что вы думаете по этому вопросу, это вся такая открытая информация я вам дал для дискуссии. Вот эти кадры, просто все эти источники, что я привел, это реально как бы люди публичные размещали, вот эти все цитаты по временам, по этому всему. Ну то есть это взято из таких источников, что можно реально доверять. А это реально вот, как говорится, городская улица. Что действительно и у них стратегические цели, вот такие другие. Вот этот сам мост Антоновский, вот так вот он выглядит, вот это со стороны Олешек Цирюпинска, вот это Херсон. Вот так вот оно. Это его тогда еще при Советском Союзе построили, в 88 году, кажется, сдали. Так вот Херсон на берегу Днепра выглядит. Вот это та сторона, а это эта. До новых встреч! До новых встреч! inter sp3 Редактор субтитров Т.Горелова